Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. В эфире новости Анапы. Регион. Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Для нас очень приятный сюрприз. Цвет курортного настроения белый. Заканчивается работа по обновлению инфраструктуры пляжей. Это герой из фильма «Чужие». Он охраняет свое потомство, которое вылупляется из этих вот замечательных яиц. Инопланетяне в Анапской бухте. Проект дайверов «Чужие» получил продолжение. Неожиданно выиграли. Вот билетики попали. И спасибо всем. Анапа регион собирает друзей. Наша телерадиокомпания организовала бесплатный предпремьерный показ самого ожидаемого блокбастера. В день открытия сезона на улицу Древней Горгипи вернется жизнь. Кроме того, город откроет посетителям археологического музея свои тайны. Тысячи самых юных гостей, подобно аргонавтам, отправятся за золотым солнцем Анапы. А вечером на праздники выступят артисты из греческого города Ларисы, побратим Анапы. Все это время будут работать интерактивные площадки на самые разные темы. Можно будет приобщиться к греческой кухне. Глава города-курорт Юрий Поляков сегодня провел заседание Оргкомитета. Он потребовал со всей ответственностью отнестись к каждой мелочи. Главе города докладывают о том, где и какие рекламные конструкции будут размещены. Новый курортный сезон Анапа встречает под новым брендом, оставаясь при этом главным детским курортом. Утром 10 июня тысячи самых юных гостей, подобно аргонавтам, отправятся за золотым солнцем Анапы. Юрий Поляков поручил обеспечить им максимально комфортные бытовые условия, начиная с питьевой воды. Мелочей на таком мероприятии быть не должно. Все необходимо продумать, начиная от электроснабжения, заканчивая встречей иногородних гостей. 2018-й – перекрестный год туризма в России и Греции. Поэтому в программе тема античного наследия России проходит красной нитью. Одноименный фестиваль откроется здесь, на площади перед городской администрацией. Фонтан превратится в сцену. С нее будет звучать греческая музыка, а вокруг откроется галерея работ гончаров, ткачей, резчиков по дереву. На улице Древней Горгипии вернется жизнь. Роль горожан будут играть актеры. Они будут заниматься повседневными делами, разделывать рыбу, ухаживать за домашними животными, просто гулять и общаться. Двери музея будут открыты бесплатно. Гости смогут не только стать зрителями, но и сами почувствовать себя жителями античного Причерноморья. Кроме того, впервые посетителям расскажут про золото Горгипии – украшения, которые находили в этих саркофагах. Многие впервые узнают, увидят, какое же золото у нас здесь нашли. То бывал у нас музей, они уже, конечно, видели наши вот эти замечательные саркофаги. И эту часть музеи очень любят. Он называется «Лапидарий», то есть музей под открытым небом. Все знают, что там что-то нашли в этих саркофагах, интересно. Но что именно? Вот как раз посетители смогут увидеть, пусть, конечно, и на картинках. У нас не все представлено в наших экспозициях. Потому что часть наших золотых предметов находится в московских музеях, в музее имени Фелицина в Краснодаре. И сотрудники все это расскажут о тайнах античного города. В течение дня на улице Горького можно будет отведать блюда национальной греческой кухни. Там же откроется винная деревня. С полудня у русских ворот будут формироваться бесплатные обзорные экскурсии. А уже вечером на театральной площади пройдет концерт «Искусство объединяет мир». В нем примут участие коллективы из города-курорта, а также ансамбль из Ларисы, побратима Анапы. Кульминацией праздника станет выступление группы «Инь-Ян», а также праздничный фейерверк. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Одно из основных требований главы Анапы Юрия Полякова в наступившем сезоне принципиально пресекать факты несанкционированной торговли и оказания курортных услуг. И не только в центре города. На ежедневном контроле должен быть Пионерский проспект. Чем больше здесь отдыхающих, тем больше желающих заработать в нарушении всех правил и этических норм. Я понимаю, я просто не попросила эти деньги стоять. Я просто здесь заработаю. И так каждый второй о санитарных книжках не слышали, уголки потребителей и документы оформить не успели. Вот эти бумажки, которые вы понаклеили, которые называются у вас якобы ценниками, есть правила торговли, постановления правительства, номер 55, от 98 года. Они заполняются в рамках этих правил. Пункт 19, почитайте внимательно и все поймете. Это такие нарушения, которые вообще у вас не должны быть. И самое основное, полный пакет документов. Но действовать методом убеждения в этом году не будут. Самый доходчивый урок – штраф. В первый раз сумма небольшая, но каждый следующий ощутимо ударит по карману нарушителей. Каждый, кто вышел за территорию своего объекта, находится на муниципальной земле, чтобы сегодня были составлены на каждого протоколу. На каждого, кто нарушил действующие законы богослов. Люди не могут пройти на пляж, увидеть, что тут происходит вообще. Значит, оштрафовать этот объект. Еще нет и 11 утра, а в местном магазинчике легко продают пиво, намекая, что им закон не писан. Но звонок в полицию быстро отрезвляет. Мини-маркет. Реализация пива в нестационарном торговом объекте. Стражи порядка составят протоколы по двум статьям. Нарушение временного режима и незаконная реализация алкогольной продукции. А весь хмельной товар изымут. Такую практику мы будем вести весь сезон. Каждый день мы будем отрабатывать все наши нестационарные объекты, которые нарушают действующее законодательство. На особом контроле у нас будет стоять весь Пионерский проспект. Все проходы, все до одного, ежедневно будут работать мобильные группы, в состав которых будет ходить муниципальный контроль, управление торговлей, сотрудники полиции. Нарушители уже почувствовали на себе. В этом году к ним особое внимание. С 1 июня в Анапе работает свыше 30 мобильных групп. Бескомпромиссное требование властей, торговля в рамках закона. Шесть дворовых территорий и одна общественная будут благоустроены в 2018 году в рамках партийного проекта «Городская среда». Адреса и предварительные сроки начала работы озвучены на заседании Политсовета Анапского местного отделения партии «Единая Россия». Заседание провел первый заместитель секретаря Анапского местного отделения партии Леонид Кочетов. Однопартийцы вынесли на обсуждение вопрос реализации проекта «Городская среда». В марте анапчане очень активно участвовали в формировании предложений на первоочередное благоустройство. На территории нашего муниципального образования планируется выполнение мероприятий по благоустройству территорий 17 многоквартирных домов, образующих шесть дворовых территорий. И одна общественная территория вошла в этом году, расположена она в 12 микрорайоне, это сквер строителей. На эти цели в 2018 году муниципалитет получит 73 миллиона рублей. На сегодняшний день разработаны проекты благоустройства и согласованы в Департаменте архитектуры и градостроительства Краснодарского края. Процедура определения достоверной сметной стоимости работ по благоустройству территории завершена. И нами переданы документы в Крайгосэкспертизу для экспертизы этих проектов, после чего нами будет объявлен аукцион. И я думаю, что ориентировочно в августе месяце мы приступим к реализации этого проекта уже конкретно на территории. В списке на благоустройство есть и сельские территории. Когда очередь дойдет до них, спросили в зале. Проект рассчитан на пять лет. При наличии финансирования все заявки анапчан, а их поступило 58, будут выполнены. Состав местного отделения «Единой России» постоянно пополняется. Все больше молодых лиц, людей с искренним желанием вести общественно полезную деятельность. Мы подаем пример, что нет безнадежных, то есть нужно смело шагать и дорогу открывать, затем и пощагать. Вступление в партию «Единая Россия» – это от всего сердца, от души огромное спасибо. Партия президента, то есть моя партия. Сегодня у партии очень много жизненных проектов, в реализации которых может принять участие каждый. Не иначе как приятным сюрпризом назвали отдыхающие обновленную инфраструктуру центрального пляжа. Гости курорта с ограниченными возможностями здоровья также говорят о положительной динамике. Среди них уже немало тех, кто свободно перемещается по городу, посещает кафе и магазины, а самое главное – купается в море. Главный цвет нового курортного сезона – белый. Навесов стало больше, пространство под ними немного разрядили, проложив такие вот своеобразные улицы. Символические ограждения, с одной стороны, оставляют ощущение индивидуального пространства, с другой – не создают нагромождение. То, что на пляже стало свободнее, заметили те, кто приезжает в Анапу отдыхать постоянно. Семья Ровенских из Санкт-Петербурга здесь уже пятый год подряд. Понравилось. Красивые раздевалки, очень просторно. Не видим бассейна, который стоял вот здесь. Не видим вот этих аттракционов, на которые никто, кстати, дети не заходят в эти аттракционы. Для нас очень приятный сюрприз. Урны нового образца. Ими будут постепенно заменять те, что установлены сегодня. На стендах – вариации на тему нового бренда курорта. Торговые павильоны также выдержаны в едином стиле. По сравнению с прошлым годом осталось лишь треть торговых точек. Особое внимание отдыхающим с ограниченными возможностями здоровья. Специальная раздевалка со специальным же диваном и поручнем. Новый настил, доски. Толщие расстояния между ними меньше. У самого моря пересадка на специальное кресло. Если нет сопровождающего, помогают матросы-спасатели. Путь к месту купания указывают в специальной табличке на набережной. Виталий из Оренбурга на курорте уже примерно полтора месяца. Знамяка есть? Да, ну и к морю подойти можно. И все. Месяц назад тут только вот, наверное, вот отсюда был. Все, дальше там не было уже этих дорожки. Анатолий ездит отдыхать самостоятельно на автомобиле. Он живет в белорусском городе Орша. Это Витебская область. Был проторенный путь в Крым, куда раньше давали путевку. Еще зимой спланировал поездку в Анапу. Оценить, как изменилась инфраструктура. Я уже столько повидал с 91-го года и в таких условиях жил, что для меня это сказка. Что можно везде подъехать. Ну, по крайней мере, жить можно самостоятельно. Даже вот одному колясочнику можно прекрасно прожить. Подготовительные работы практически завершены. Кое-где осталось натянуть навесы и наклеить указатели. Впереди рутина. Эту машину выпускают на пляж около пяти часов утра. Она поднимает верхний слой песка и просеивает его от мусора. Эту также для просева песка купили более десяти лет назад. Однако по разным причинам она стояла в гараже. Сегодня снова в строю. Парк тракторов обновили. Сейчас их восемь. Еще один в пути. Отдыхающие заметили перемены к лучшему. И это настроение теперь важно не упустить. Александр Ребекко, Михаил Григорьев. Анапа регион. В Анапской бухте вновь появились инопланетяне. Проект анапских дайверов «Чужие» получил продолжение. В прошлом году они установили на дне Черного моря гигантскую фигуру инопланетянина, которая стала настоящим хитом среди любителей подводного плавания. В этом году таких статуй уже стало две. К оксиноморфу протарианцу присоединился солдат. Погружение фантастических существ под воду – это целая спецоперация, в которой задействованы несколько водолазных групп и сложная техника. Сначала при помощи крана скульптура погружается в море, затем при помощи понтона и ручной лебедки буксируется к месту установки. Здесь важно учитывать все – волнение на море, боковой ветер и течение. На месте спуска под воду уже работают водолазные группы. Место для установки фигуры уже подготовлено. Осталось только опустить нового жильца на постоянное место жительства. Такой монтаж – это трудоемкая процедура. На остановку одной скульптуры требуется не менее трех часов. Сложность небольшая была в том, что присутствовало течение, причем довольно сильное для Черного моря. Глубина была около 4 метров, снесло приблизительно под 45 градусов. А так, в принципе, сложностей больших особо не было. Нужно несколько водолазов, как минимум два, для того, чтобы один регулировал установку, второй находился на поверхности, принимал сигналы от первого, и второй, который находится на поверхности, уже подавал сигналы крановщику, то есть на кране, кто работает. На создании этой статуи ксеноморфы у мастера-анопчанина Андрея Острякова ушло полгода работы и более трех тысяч деталей. В длину 3 метра, вес почти 3 центнера. Собирали сначала изначальные детали, потом рождалась творческая мысль в течение нескольких месяцев с конструкцией, и в результате длительной работы получился вот такой замечательный фантастический герой. Это герой из фильма «Чужие». Он охраняет свое потомство, которое вылупляется из этих вот замечательных яиц. Все это мы делаем для того, чтобы туристы, которые приезжают со всех городов нашей великой родины, замечательный город Анапу, для того, чтобы они получили здесь, посмотрели наши интересные объекты, получили массу удовольствия и запомнили эти на всю свою жизнь. Как утверждают авторы проекта, такой инопланетный подводный парк – это абсолютный эксклюзив. В России подобный эксперимент проводится впервые, и, как признаются сами дайверы, люди, которые погружаются под воду и видят чужих впервые, получают неизгладимые впечатления. На глубине экспозиция выглядит очень реалистично. В планах организаторов – добавить скульптуры, установить криокапсулы и многое другое. Ведь подводная выставка уже стала одной из изюминок Анапы, на которую приезжают посмотреть люди со всей страны. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Читаем Пушкина. Анапа приняла участие во всекубанской акции, посвященной Пушкинскому Дню России. Во всех муниципальных библиотеках курорта сегодня были оформлены выставки, посвященные творчеству великого классика. Были открыты и поэтические площадки, которые собрали поклонников Александра Сергеевича, и жителей Анапы, и гостей, отдыхающих со всех уголков России. Сотрудники библиотек рассказали об интересных фактах из жизни и творчества «Солнце русской поэзии». И, конечно, украшением литературного праздника стало чтение стихов. Вы улыбнетесь, мне отрада. Вы отвернетесь, мне тоска. Лично мне захотелось сказать сегодня о том, что такое Пушкин-патриот, Пушкин-гражданин. Для меня эта его позиция гражданская, как и для многих, я надеюсь, людей, выражена лучше всего в письме, которое он написал в 1836 году своему старшему современнику Петру Чаадаеву. Это письмо заканчивается чудесными строками, где он говорит, что ничего он не хотел бы в жизни, как жить в России, родиться в России, гордиться Россией. Это здорово. Фантастический подарок от Европы плюс Анапа. Слушатели и партнеры нашей радиостанции, которые входят в медиахолдинг Анапа-регион, вчера смогли увидеть первыми на два дня раньше всероссийского проката фильм-блокбастер «Мир юрского периода-2». Подобные предпремьерные показы – не редкость. Телерадиокомпания Анапа-регион проводит такие встречи регулярно. Акция состоялась при поддержке радио Европа плюс, которая уже 12 лет является нашим сетевым партнером и удерживает звание радио номер один в России. Современная и ритмичная музыка Европы плюс покорила сердца многих анапчан. Получить заветный пригласительный смогли слушатели, принявшие участие в розыгрыше в прямом эфире программы Анапа-онлайн, а также партнеры нашей телерадиокомпании. Фантастическая фотосессия и зажигательная программа с призами от Европы плюс Анапа – все это также для наших гостей. И, конечно, просмотр фильма, который подарил без привлечения лавину эмоций. Если сравнить с первой частью, то фильм сменил режиссера и достаточно сильно сменил тональность. Вторая часть мира юридского периода тоже стала мрачнее. Много экшена, много динозавров, в том числе и динозавров новых модификаций. Я думаю, что все те, кто любит эту франшизу, получат громадное удовольствие. Спасибо организаторам, потому что очень все хорошо было, неожиданно выиграли билетики, попали. И спасибо всем. В планах и дальше проводить подобные мероприятия, радовать друзей Европы плюс в Анапе просмотрами самых кассовых фильмов и, конечно, подарками от телерадиокомпании «Анапа-регион». Здравоохранение, образование, социальная защита и занятость населения, культура и искусство, молодежная политика и защита прав несовершеннолетних. Если у вас есть вопросы, их можно задать завтра заместителю главы Анапы, курирующей эти направления. Прямую телефонную линию с 12 до 13 часов проведет Екатерина Боровская. Звонить можно по номеру 30307. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. И еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. Витязь. Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным.